Имущественно-налоговый вычет – это льгота, которая предоставляется лицам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Она предполагает полное освобождение от налогообложения доходов, направляемых на строительство или приобретение жилья. Сумма налога, оставшаяся в распоряжении плательчика, может составлять до 12% стоимости квартиры. Звучит заманчиво. Кстати, кроме гражданина, нуждающегося в улучшении жилищных условий, право на эту льготу имеют также члены его семьи. Воспользоваться правом на получение имущественно-налогового вычета по понесенным расходам на строительство либо приобретение жилья на территории Республики Беларусь может тот гражданин, который состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и является при этом плательщиком подоходного налога. Воспользоваться имущественным вычетом могут также состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий члены семьи плательщика, к которым относятся супруг, супруга, их несостоящие в браке на момент понесения расходов дети, а также иные лица, которые в судебном порядке признаны членами семьи плательщика. Предположим, на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят родители, дочь и ее семья. В этом случае право на вычет имеют именно старшее поколение. Дочь на момент осуществления расходов на приобретение жилья уже вступила в брак. Соответственно, она не имеет права на такой вычет, как ее супруг. Нюансов много, но следует знать. Чтобы получить имущественный налоговый вычет, нужно собрать необходимые документы, определенные статьей 166 Налогового кодекса страны, и предоставить налоговый орган по месту жительства по окончании календарного года. Следует отметить, что имущественный налоговый вычет предоставляется по мере понесения расходов на строительство либо приобретение жилья, и только в пределах налогооблагаемого дохода. Если же в течение календарного года вычет использован не полностью, то неиспользованная сумма переносится на последующие календарные годы до полного ее использования. В случае же, если физическое лицо не воспользовалось правом применения имущественного вычета по понесенным ранее расходам, то следует в этом случае помнить, что перерасчету подлежат суммы подоходного налога, с момента уплаты которых в бюджет прошло не более трех лет. Воспользоваться правом на имущественный вычет на строительство одноквартирного жилого дома или квартиры гражданин может один раз. За более подробной информацией по этому вопросу можно обратиться в налоговый орган по месту жительства.